В небольшой мастерской Романа Соколовского поселился новый герой с простым именем «Мальчик». Сначала он родился идеей у сочинского кукольника, затем переселился на бумагу, где были четко проработаны детали его образа. После куклу слепили из специального пластика и подарили радость движения. Он – марионетка. Это кукла-марионетка, наша любимая театральная система. В театре «Кукол Соквояж» мы часто стараемся это использовать. Это пластик, то есть специальный пластик, который для кукол очень подходит, очень удобен. Мальчик-герой нового спектакля «Щедрое дерево» по известной притче американского писателя Шелла Сильверстейна. Это философский рассказ о счастье, наслаждаться которым – это большая радость, а дарить его другим – это еще большее удовольствие и благо. Я хочу сделать так, чтобы в нем собрался весь такой спектр человеческих эмоций, чтобы дети могли, и взрослые могли, и посмеяться где-то, где-то и запереживать за главного героя, а где-то и погрустить немного, потому что грусть – это тоже очень такое чувство хорошее. Мальчик – это пока единственный из готовых персонажей новой постановки. Его дублеры – это он же в юности, зрелом возрасте и старости, еще в процессе создания. Декорации тоже пока только на бумаге. На сцене раскинется сад, как метафора всей жизни. Конечно, там будет живой план, естественно, актер в живом плане. Это будет общение такое, непосредственное общение со зрителями. И, конечно, там будет теневой театр. То есть театр теней будет появляться в какие-то определенные моменты. Очень много световых таких решений, неожиданных, которые, я думаю, что тоже понравятся и будут в контексте этого спектакля. Притча «Щедрое дерево» уже стала классикой и входит в школьные программы многих стран мира. А уже в середине сентября в интерпретации театра «Саквояж» будет показано широкой публике. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ».